Когда раковина напольная, нет никаких зон хранения. А вот это, ребята, обалденная стена. Она пахнет. Жалко, не передают камеры вот эти ароматы. Реально, это не искусственно, это натурально. Очень вкусно. Значит так, предлагаю привезти сюда сок свекольный, налить, протереть, посмотреть, что будет. Вы должны использовать разные фактуры, чтобы ваш интерьер не был скучным. Субтитры подогнал «Симон» Привет, друзья. Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров. Мы находимся в Испании. Сегодня мы приехали на новую фабрику. Ехали на черном комфортабельном автобусе. Небольшое количество людей. И с нашей группой вы прибыли уже на фабрику «Парселоноза». Сейчас будем смотреть коллекции плитки. На самом деле, я здесь 4 года назад была. Мне все очень понравилось. Я удачно и успешно использую коллекции этой фабрики в своих проектах. Сейчас посмотрим новинки. Может быть, вам что-то понравится. И мы будем это внедрять в новые интерьеры. И, может быть, сейчас меня смотрят мои будущие заказчики. И скажут, да, Ольга, вот завтра мы придем заказывать. И будем заказывать интерьер, чтобы вы использовали там именно эту плитку. Нам понравилась вот такая коллекция. Обратите внимание на пол. Это не дерево. Это плитка. Плитка с имитацией дерева. И обратите внимание на цвет. Сегодня нам такой интересный сделали тест по цвету. Какой мы выберем на вот этой доске? Большинству кажется, что это вторая слева направо. А на самом деле это первая. Это очень важный момент, когда вы выбираете что-то по цвету. В идеале вам этот отделочный материал положить или поставить. То есть, если это будет на полу, то надо положить на пол. Вот в данном случае здесь он смотрится, почему как второй оттенок? За счет освещения достаточно активного. Он смотрится на два тона светлее, чем сам материал, который вот горизонтально, например, висит. Хотя здесь тоже есть освещение. Поэтому, выбирая оттенки, внимательно задумывайтесь о том, какое будет освещение, какая степень освещенности, какой цвет освещения. Все это влияет на цвет выбранного материала. И это касается и отделочных материалов пола, стен, мебели. То есть, это очень важно. И здесь вы видите, вот эти вот варианты называют мозаикой. На самом деле, это крупного формата плитка с имитацией мелкого рисунка. Ну, такие вот серенькие коллекции, которые могут дополняться любыми цветами и хорошо впишутся в любой интерьер. Музыка На самом деле, это шоурум плитки. Не керамический, но он оформлен как готовые интерьерные решения. Поэтому я буду здесь вам показывать не только плитку, а определенные решения. Вот в этой части мне понравилась, например, такая перегородка. Да, она отделяет зоны. Вот видите, тут подзарядка телефона может быть. Это может быть где-то в аэропарту такая зона ожидания. Либо это может быть в каком-то баре. Посмотрите на полу, как используются уже светильники, которые предлагает концерн Парселоноза. Как разделитель между одной плиткой и другой. И в принципе, с помощью света фиксируется та или иная площадка. В этой части спальня на полу, видите, паркет. Паркет, да? Нет. Это керамогранит с имитацией паркета. В принципе, такое решение возможно. Но у нас в северном климате, в Санкт-Петербурге и Москве, я, конечно же, рекомендую устанавливать еще теплый пол под плитку, чтобы вам было комфортно. Хотя одна клиентка у меня как-то заказала в спальню плитку. Правда, это средиземноборский был стиль. И плитку без подогрева пола. Она говорит, нет, мне не надо. Хочу по прохладному ходить. Вот вы можете сделать отделку пола, видите, не из натурального паркета, а из керамогранита. Здесь сочетание на полу у нас идет в бежеватых оттенках, имитация паркета. И в сочетании с серым. И вот здесь натуральное дерево, по-моему, бук. В этой части мы видим кухню из натурального дерева в светлых оттенках, дуб, по-моему. Здесь керамогранит в бежевых оттенках. Что касается, кстати говоря, оформления кухни, тоже, наверное, имеет смысл посмотреть. Вот остров всеми любимый. И здесь же можно сделать, как некоторые говорят, барную стойку. Здесь надо с полубарными стульями вот эту столешницу поставить. И здесь можно завтракать. А здесь мы уже видели, помните, такого рода кухню. С этими дверцами мы ее можем закрыть. Опять же решение. Серый пол, серая стена. Пол, как бы, ну, гладкий. А стена, она рельефная. И внизу большой поддон. Из креона, видимо, здесь. С металлическим трапом. И черная графичная лейка. С управлением с термостатом. В этой части мы видим решение, когда есть душевая, мебель для ванны с двумя раковинами и отдельно стоящая ванна. Посмотрите, какие размеры. Я думаю, что здесь не меньше 15 метров. Если вы хотите отдельно стоящую ванну, вам необходимо обязательно еще заказывать, конечно же, душ. То есть в одном помещении, потому что ванна – это место, где вы релаксируетесь, отдыхаете, а мыетесь на самом деле в душе. То есть необходимо помыться в душе, а потом здесь у вас, например, ванна с лепесточками или с какими-то ароматическими маслами. В этой части это, возможно, я думаю, что для какого-то отеля, когда раковина напольная, нет никаких зон хранения. А вот это, ребята, совсем обалденная тута стена. Она пахнет, вот жалко, не передает камеру вот эти ароматы. Вот реально, это не искусственно, это натурально. Очень вкусно. А этот материал, он проходил все вообще условия. Представитель компании говорит, я хочу такую домой заказать. Ну, а тот парень хочет, стильно. Я говорю, значит, так, предлагаю привезти сюда сок свекольный, налить, протереть, посмотреть, что будет. Он говорит, все уже протестировали. Сок проливали, красное вино, там что-то еще, все протирали, и все шикарно. Посмотрите, вот может быть стильно, и уже как бы этот материал протестировано. Здесь сочетание бежевого. Опять же делается акцент возле унитаза, но еще подсвечиваем с подсветочкой. Видите, здесь вот, то, что я вам показывала, в коллекции фабрики есть и подсветка, и металлические уголки, фитостена, и мебель для ванной комнаты с двумя раковинами, вот с такими натуральными, из массива дверцами. Так, еще одна зона. Видите, в бежевых оттенках. Вообще, цвет здесь один. Здесь показано, как одним цветом можно решить интерьер. Но вы должны использовать разные фактуры, чтобы ваш интерьер не был скучным. Вот посмотрите, на полу в бежевом оттенке плитка под паркет, имитация паркета. Здесь плитка гладкая, эта плитка рельефная, с разными текстурами, и за счет того, как играет цвет, это смотрится по-разному. Мы, конечно, немного добавляем контраста, собственно, с самой мебелью. Здесь появляется натуральное дерево, орех или вишня. И получается, что интерьер смотрится достаточно чистым с точки зрения дизайна, лаконичным, но не скучным. И вот здесь вот стенд показывает, что здесь три варианта отделки плитки, но цвета все очень близки друг к другу, только разная фактура. Здесь рельеф, здесь гладкая, с какими-то там вкраплениями, и здесь под дерево. Здесь, мне кажется, все проповедуют отдельно стоящие ванны. Тоже, конечно же, центральная композиция. Значит, надо понимать, сколько места надо отступить, не менее там 25 сантиметров, собственно, от стены. Акцентную сцену делаем. Я не очень люблю это слово, акцент, но в данном случае именно так. И посмотрите, какие лаконичные зоны душевых. Они симметрично относительно оси расположены справа и слева, черные графичные сами смесители и белые стены. Белые стены – это плитка. Посмотрите, какие швы. Миллиметровые. Это сделать возможно. Пусть никто из строителей не говорит, что это сделать невозможно. Возможно. Ну, а здесь посмотрите, как удачно используют эти металлические элементы Баутек. Здесь мы видим три варианта отделки. И с помощью черных вот этих, как бы, элементов металлических идет разделение, графическое такое разделение на полу. А здесь мы видим, как может быть симпатично используемый вариант медного цвета душевой фурнитуры. То есть душ, душ-волейка и управление в цвете медь. Здесь же фитодизайн. И серо-белого оттенка фактурные стены. И абсолютно гладкий пол. Длинные трапы. Вот. То есть так может выглядеть ваша ванная комната. Здесь мы видим большие плиты, эти метр двадцать на метр двадцать на полу. Сейчас это очень популярный крупный формат. В этой части решение по кухне. Серый тоже метр двадцать на метр двадцать. Плиты на полу. Ну и кухню мы уже такие с вами видели. В отделке из керамогранита. Сейчас это тоже очень популярно. Таким образом можно решить вопрос по оформлению вашего загородного дома. Когда, например, камин является центром композиции, центром вашего дома. И он разделяет два пространства. В левой части мы видим диванную зону, а справа столовая зона. И они разделяются только вот с помощью камина. Но мы видим общее пространство. Получается оно большое и красивое. И, кстати, обратите внимание, что здесь не предусмотрено место для телевизора. Здесь надо любоваться огнем. Ну, опять же, очень большое количество использования плитки под мрамор. Под белый мрамор. Отдельно стоящая ванна. И варианты отделки пула под серое дерево, желтое дерево, темно-коричневое дерево. И такое даже прямо оранжевое. Еще один вариант примера. Здесь, на самом деле, конечно же, для экспозиции три душевых лейки. Повесили, чтобы показать, что она есть в хроме, в белом цвете и в черном. Но вы можете также поиграться и сделать у себя дома точно так же. Ну и еще один серый интерьер. 50 оттенков серого. Смотрится очень лаконично на полутонах. Здесь светлая стена, светлый пол. Вдали темная стена, потемнее серый. На переднем плане перегородка, которая отделяет душевую зону от общей ванной комнаты. Она выполнена из мозаики, которая включает в себя как светлые, так и более темные оттенки. Из, мне кажется, даже куска камня раковина большая. Ну а здесь мы видим душевую зону с покраской, собственно, стен. Ну, надо обязательно какую-то влагостойкую краску использовать. Здесь, конечно же, необходимо сделать трап. Просто его здесь в экспозиции не сделали, потому что это демонстрация, ну, визуальной картинки. Друзья, вам понравилась эта плитка, вам понравились решения композиционные, дизайны интерьеров. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки. Здесь широко представлены все возможные варианты плитки. В частности, плитка под парки. Это, на самом деле, популярная позиция. Она не новая, но она популярна, потому что вы можете, например, в ванной комнате выбрать любую коллекцию плитки. Даже там с орнаментом любого производителя. И при этом взять, например, на пол постелить вариант плитки под паркет. И это имеет широкую цветовую гамму. Соответственно, может быть использована. Вот те новые коллекции мне не очень понравились с высоким глянцем. А вот эти все очень симпатичные, на мой взгляд, тоже нейтральные. И впишутся в любой интерьер. Продолжение следует... Весь цикл производства, в принципе, посмотрели. Ну, может быть, не весь цикл, но такую основную часть. Когда на плитку наносится глазурь, потом она там дальше куда-то идет, обжигается, видимо. И упаковывается в контейнеры, которые уже потом поступают в склад и продажу. Конечно же, вы обратили внимание, что здесь очень чисто. Я на многих производствах была в Испании, в Италии, в Германии. И нигде такой чистоты не было. Только здесь. И вот я спросила у представителя фабрики, ну, такая чистота, как это возможно. Я говорю, выглядит буквально как муфляж. Если бы я не видела своими глазами, что все это действительно здесь производится, что какая-то происходит работа, казалось бы, что это просто театральное действие. Так вот мы с Владом ездили в Лос-Анджелес, в Голливуд. Он говорит, 15 лет назад один из владельцев, он погиб в автокатастрофе, но он говорил, что на фабрике в первую очередь должна быть чистота. И в памяти о нем люди поддерживают здесь чистоту. И вот это, пожалуй, такой пример чистого производства. Больше я нигде не видела. Кстати, если вот мои коллеги были на каких-то фабриках, где они увидели чище помещение на производстве, то обязательно пишите в комментариях. Может быть, кто-то из зрителей, там, заказчики какие-то были на каком-то производстве, где вы видели более чистый производство. Обязательно напишите, потому что я еще такого не видела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!